Самый интересный факт, который знают психологи и психотерапевты, это то, что они ничего не знают. Действительно, сейчас это такая достаточно мудная тема, пошутить про суицид, пошутить про депрессию. И на самом деле есть люди, которым вы дороги, просто вы не готовы их подпустить к себе достаточно близко, чтобы это увидеть. Здравствуйте, меня зовут Георгий Наслышвили, я медицинский психолог. Я занимаюсь такими темами, как панические атаки, личностные расстройства и агрессия. Я отвечаю на вопросы для индекс-знатоков. Дело в том, что прокрастинация — это неправильный термин. Это такое общее место, куда скидывается очень много различных состояний. Это может быть лень, это может быть просто нежелание работы, потому что работа не нравится. Это может быть просто такой маркер усталости и так далее. И говорить, что между прокрастинацией и ленью есть что-то общее, не совсем корректно. Прокрастинация, как я уже сказал, очень запутанная история. И я считаю, что каждый, когда считает, что он прокрастинирует и не может приняться за дело, которое необходимо сделать, должен задать себе вопрос, почему, в чем проблема. Может быть, мне не нравится это дело, может быть, я боюсь провала, может быть, мне кажется, что конкретно для меня эта задача не подходит, потому что я недостаточно компетентен. Может быть, я потрачу слишком много времени пустую и так далее. И уже отталкиваясь от этого, можно будет говорить о том, что же представляет из себя ваша прокрастинация и работать с этим. Термин прокрастинация стал популярен не так давно. И в переводе он означает, в общем-то, вполне знакомое всем слово откладывание. И нам всем знакома эта самая ситуация, когда мы откладываем какое-то дело очень долго, хотя казалось бы, вроде бы что-то интересное. Книжку хотим там почитать любимую, там, ну, автор любимый какой-то, или посмотреть кино, или там встретиться с друзьями, или, что вполне стандартно, такой классический вариант, поработать. И вот здесь кроется та самая проблема, мы начинаем бороться с прокрастинацией, при этом не понимая, что она из себя представляет. По моей практике я могу судить, что прокрастинация — это феномен, куда сбрасывается много различных особенностей нашей жизни. То есть это может быть лень, это может быть усталость, это может быть неуверенность в собственных силах, и можно дальше накидывать различные варианты. И в зависимости от того, что это такое, вам нужно будет с этим работать по-разному. При этом я всегда клиентам говорю, что на самом деле лениться и не хотеть делать что-то, что требует очень больших затрат, нормально. Потому что мы все-таки такие животные организмы, и для животного организма есть очень важный фактор такой, который определяет адаптивность нашего поведения — это эмоции. Эмоции дают обратную связь, насколько адаптивно наше поведение, насколько правильную задачу мы решили, и как мы ее правильно решили, или может быть неправильно. И основываясь на этом, и в том числе на важном таком моменте, как минимум усилий, максимум результата — это принцип, по которому выбираются различные программы поведения. Согласитесь, получить удовольствие от 500-страничной книжки гораздо сложнее, чем получить удовольствие от просмотра видео на YouTube. Получите тот же результат, удовольствие вроде как, но при этом вложите гораздо больше усилий. Вот, собственно, здесь кроется история про лень, прокрастинацию и так далее. Самый интересный факт, который знают психологи и психотерапевты, — это то, что они ничего не знают. Ни психологи, ни психотерапевты, ни психиатры не знают ничего такого, ничего особенного из сферы межличностных отношений людей. Просто сама профессия накладывает обязательства, что да, нам приходится много общаться с людьми, нам приходится с ними много взаимодействовать. Но есть также много других профессий, в которых людям приходится взаимодействовать с другими людьми. И люди, которые занимаются этими самыми профессиями, они будут знать не меньше, чем те же психологи и психотерапевты. Отличие только в том, что у нас знания специализированы, они у нас направлены на работу с различными расстройствами, проблемами в этих самых отношениях. И нам приходится просто быть более критичными, нам приходится занимать позицию какого-то внешнего наблюдателя и давать, по сути, обратную связь человеку, как можно более объективную, потому что за этим обычно люди и приходят. Когда они получают объективную обратную связь, у них можно менять поведение, делать его более адаптивным и менять его вплоть до тех пор, пока человек не будет этим удовлетворен. Также можно и не менять. То есть вы вроде как обнаружили поломку, человек говорит, да, поломка есть, но меня все устраивает, я хочу так жить дальше. Тогда нет смысла что-то делать. К сожалению, очень многие психологи подвергаются влиянию вот этого мифа, и в какой-то момент у них немножечко едет крыша, они начинают считать себя гуру, которые знают, как надо жить, начинают навязывать свои правила жизни и так далее, что абсолютно непрофессионально и недопустимо. На самом деле психологи такие же обычные люди, как и все остальные, и не знают многих вещей. Единственный момент, про который можно сказать, это то, что у психолога зачастую бывает более прокачан навык вот этой объективной оценки. То есть когда она приходится занимать какую-то позицию над этой ситуацией, такую метапозицию, чтобы эту ситуацию оценить, изучить ее и сделать какие-то выводы. И своей практикой могу просто поделиться тем, что да, зачастую люди просто не видят каких-то вещей, которые лежат буквально на поверхности. Им достаточно нескольких сессий, чтобы вытащить это все, что копилось у них годами, и начать какие-то уже позитивные изменения в своей жизни буквально в ближайшие 2-3 сессии. Мне часто приходится работать с подобным запросом. Это в каком-то смысле один из бичей нашего времени. Говорят, что депрессия, бич нашего времени, такая эпидемия. И вот этот запрос, он тоже туда подпадает. В работе с клиентами я всегда ориентируюсь на их опыт. То есть я пытаюсь отыскать истоки вот этого чувства, когда оно возникло впервые, в каких ситуациях оно возникает, какие эмоции сопровождают это чувство, какие мысли, что самое важное. И в итоге какое поведение возникает под влиянием этих самых мыслей, анализа вот этой ситуации и так далее. И анализируя вот это все, можно прийти к какому-то результату и изменить это состояние. Но при этом это такие изменения, которые происходят не очень быстро. Это зависит очень сильно от клиента. И если вы хотите с этим разобраться, то первое, что вам стоит у себя спросить, а как давно я это испытываю, далее набросать список ситуаций таких, ну штук 5-10, и найти между этими ситуациями что-то общее. И дальше проанализировать, какие у вас возникают мысли, как вы себя ведете. И что самое интересное, очень часто оказывается, что это просто исключительно ваше убеждение. И на самом деле есть люди, которым вы дороги, просто вы не готовы их подпустить к себе достаточно близко, чтобы это увидеть. Этот вопрос напрямую касается предикции поведения. И к психологам очень часто с этим обращаются. Хотят, чтобы психолог рассказал, как себя определенный человек будет вести в определенной ситуации. И это не совсем правильный подход, потому что психолог по-хорошему не может знать, как себя человек поведет в определенной ситуации. То есть, если вам кто-то обещает, что точно вам расскажут, как кто себя будет вести, вполне вероятно, что этот человек шарлатан. Но, тем не менее, есть интересные исследования, которые показывают, что люди, которые увлекаются шутками, мемами про депрессию, про суицид, а у них действительно повышен риск суицидальности, то есть суицидальность действительно повышена. И они действительно могут впасть в депрессию, и им будет необходима помощь. Эти исследования проводились, насколько я помню, в Америке. И даже вот Facebook делал на основе таких идей нейросеть, которая предсказывает, что вот этот человек в этом городе, владелец этого профиля, вполне вероятно, совершит суицид. И к нему приезжала бригада, чтобы этого человека вовремя спасти. То есть по каким-то факторам, при этом пока не до конца понятно, каким, можно определять, что действительно человек может совершить суицид. Но опираться только на шутки здесь не стоит, потому что действительно сейчас это такая достаточно модная тема, пошутить про суицид, пошутить про депрессию. Люди очень часто шутят про что-то страшное, что-то непонятное, что мы редко встречаем в своей жизни, потому что юмор помогает в каком-то смысле познакомиться с этим поближе. И нам тогда уже не так страшно, мы понимаем в каком-то смысле, что с этим делать. То есть гораздо проще посмотреть фильм ужасов и посмеяться, чем сидеть и как-то бояться и не пытаться это как-то изучить. Это очень сложный вопрос, и на самом деле до конца пока не совсем это понятно. И психология, к сожалению, такая сфера, где сейчас проводится очень много исследований, потому что не до конца мы все понимаем, как оно работает. К сожалению, потому что она молодая достаточно, как наука, и психотерапия в том числе. И приходится очень много времени и сил вкладывать в то, чтобы это изучить, понять, как это работает. Но при этом запросы общества уже есть на данный момент. Но тем не менее есть идеи, как возникают различные фетиши. И мне, как склонному к когнитивно-поведенческой терапии, психологу импонирует идея классического обуславливания. То есть я попробую сейчас объяснить это максимально простым языком. Представьте, что у вас есть какой-то объект. Это может быть человек, который для вас сексуально заряжен. То есть вам этот человек нравится, вы испытываете возбуждение и так далее. При этом есть какой-то абсолютно индифферентный, то есть не имеющий никакой ценности стимул. Это может быть что угодно, ну, например, кожаные сапоги на, не знаю, 15-сантиметровой шпильке. Ну или валенки, что будет смешнее. И вот вы как-то возбуждаетесь постоянно на этот объект, а этот объект, зараза, носит эти самые валенки. И в какой-то момент вы понимаете, что объект вы уже лет 5 не видели, а валенки до сих пор вас возбуждают. И вы уже не можете проходить мимо хозяйственного магазина, потому что, черт подери, там стоит много валенок, я не знаю, что с этим делать. Но, опять же, это просто гипотеза на данный момент, как это работает. Точно сказать про это ничего нельзя. Один из самых распространенных фетишей – это фуд-фетиш. И он достаточно часто развивается, как, собственно, и многие фетиши, к пубертату, и в пубертате как-то он расцветает. И даже в случае фуд-фетиша не до конца понятно, как оно все-таки происходит. На мой взгляд, это история как раз про классическое обуславливание. Я ответил на вопросы пользователей Яндекс.Знатоки. Мне было очень интересно, это был классный опыт. Я буду ждать больше ваших вопросов. Не стесняйтесь писать подробнее о ваших проблемах. Постараемся найти решение. Мой профиль на Яндекс.Знатоках. Георгий Наслышили.